Благодаря таким продуктам, как Нектар и Калибри, компания Амерпоинт получила известность не только в России, но и за рубежом. Сейчас АП старается удивлять пользователя нестандартными решениями. И сегодня мы поговорим об устройстве под названием Вектор. Не то бак, не то дрипка. Атомайзер поставляется в небольшом тканевом мешочке. Внутри вы обнаружите оринк и шестигранный ключ. В общем-то, не густо. Усугубляет ситуацию отсутствие запасных винтов. Растеряшам они могли бы пригодиться. Вектор выглядит непонятно. Нет, неплохо, но очень необычно. Мало где встретишь синюю проставку и такие компактные размеры. В общем, дизайн экзотичный. Обдув регулируется путем поворота топкэпа. На его верхней части расположен радиатор для охлаждения. Самое интересное находится внутри. По центру располагается трубка с большим отверстием, которое смотрит в сторону обдува. Идея в том, что воздух, попадая в испарительную камеру, обдувает спираль и сразу попадает в шахту через отверстие. В итоге размер испарительной камеры практически не имеет никакого значения. И вкус обещает быть превосходным. В общем, новая интересная идея. База у вектора двухстоечная. Фиксация спирали происходит с помощью прижимных шестигранных винтов. Полезная площадь под ними не очень большая. Что-то массивное сюда поставить не получится. Но вектор под это, что очевидно, и не рассчитан. У нас же получилось установить сюда фьюст клептон из 0.3 стали и 0.1 нихрома. В базе просверлены три отверстия. Два из них предназначены для укладки ваты в бак. А последняя позволяет заправлять устройство. Когда начинаешь обслуживать вектор, то невольно вспоминаешь такбот. Там были высокие стенки испарительной камеры, из-за чего устанавливать спираль было неудобно, так как приходилось заморачиваться и опускать койлы. АП сделали специальные пропилы под оправу, которые на корню решают эту проблему. А вот укладывать вату немного сложнее, чем в нектаре или гектаре. Если в них можно было снять через верх стекло и поддеть вату или сетку, то в векторе такой возможности не предусмотрено. Пин у вектора выступает и имеет отверстие под шестигранник. Однако это не означает, что он регулируемый. Скорее разборный. Производитель позиционирует атомайзер как дрипку. Но мы считаем, что это неверно по нескольким причинам. Во-первых, вектор нельзя заправить через дриптип. Точнее, вы можете это сделать, а затем буквально выпить часть заправленной жидкости. Такова особенность конструкции. Во-вторых, сетку установить сюда довольно сложно. И в-третьих, здесь все-таки есть резервуар для жидкости. Вкус просто превосходный. Парить комфортно до 40 ватт. Но при этом вектор раскрывает жидкости порой лучше многих двухспиральных атомайзеров. Тяга слегка туже, чем у саптанк. Так что можете забыть о затяжках сразу в легкие. Из бытовых минусов немного раздражает неудобная заправка. Как мы уже говорили, заправлять через дриптип вектор не стоит. А из-за объема баков в 1,4 мл, что равно чуть больше одной пипетки, заливать жидкость придется часто. Немного расстраивает и комплектация. Можно было и положить хотя бы какой-нибудь дриптип. В итоге, вектор – это своего рода экзотика для любителей сигаретной тяги. Да, атомайзер имеет свои недостатки. Но зато вы получаете потрясающий вкус и крайне оригинальный внешний вид. Мы благодарим компанию Амерпоинт за предоставленное устройство. Подробный обзор, как и всегда, вы можете прочитать на нашем сайте. А чтобы не пропускать свежие ролики, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и следите за нами во всех соцсетях. Субтитры сделал DimaTorzok